А если час еще посмотришь, чувствуешь себя барабаном пустым. И кому-то это надо, и кто-то это заплатил. Когда ты дойдешь до внука, вот тогда эту информацию можно называть информацией. Стакан наполовину пустой, наполовину полный – это две реальности. А интерпретации событий ангажированы. Один раз в год обязательно российские СМИ хоронят Горбачева, два раза в год женят и разводят Пугачеву, раз в месяц непременно негодуют поступками Джигурды, и десять раз на дню каждому из нас в голову попадают новые небылицы, и их некогда потом даже развенчивать или разоблачать, потому что новые волны, и, как говорится, нельзя два раза войти в одну и ту же информационную реку. Я, например, когда телевизор смотрю, и супруге своей говорю, и детям оттуда чертовщина идет. Просто достаточно полчаса, а если час еще посмотришь, чувствуешь себя барабаном пустым, набитым барабаном. Потому что в тебя прямо нашпиговывают, нашпиговывают что-то тебе ненужное совершенно, инородное. И потом смотрите, как часто меняются кадры, особенно отдельные каналы этим отличаются. Знаете, вот из человека делают, ну, какого-то зомби, потому что мелькают, мелькают информации, он же просто, мне кажется, сидит, уже половина не понимает, и ему даже, ну, какой-то зомбирован из человека становится. Так у каждого из нас сегодня даже не десятки, а сотни телевизионных каналов, и выбирает, смотри, любой, и в любое время, кажется, и в любом количестве. Я считаю, что, ну, раз в полгода включить телевизор, посмотреть новости и понять, что происходит в мире, вполне достаточно, чтобы не заливать свою голову вот этой тиной болотной, и понимая, что 80% информации, которая попадает в телевизор, она так или иначе отредактирована и написана сценарием, и кому-то это надо, и кто-то за это заплатил, и так далее. Понимаешь, что информация просто так, она не появилась. То есть есть такой жанр документальное кино, вот я его считаю самым нечестным. Там есть свои мастера и свои гении великие. Ну вот, я даже его там, он у меня в другом ранге стоит с художественным, но тем не менее, вот ему верить можно. Но современное документальное кино уже давно превратилось в шоу. Там тоже все отредактировано, кому-то нужно, кто-то заплатил, и все по сценарию. И, похоже, наступил тот самый момент, описанный культовым писателем Пелевиным, когда новости окончательно превратились в кино, а кино окончательно превратилось в новости. Зачастую, вот когда информационные издания, там, в общем, по сути дела, начинают гнать такую цунами фейков, они просто пользуются, ну, условно говоря, тем же, той же самой большой помойкой интернетом. Вместо того, чтобы там выйти на первоисточник, выйти на контакты этого первоисточника. То есть, ну, условно говоря, пройти по цепочке, дойти до внука, как я это называю. Когда ты дойдешь до внука, вот тогда эту информацию можно называть информацией. Поэтому вот исходите из этого же посылу. Доходите до внука информации. И вот когда нам часто говорят, что надо просто потреблять информацию сразу из нескольких источников, сравнивать ее и делать самостоятельные выводы, Это напоминает мне, например, вот такую вот ситуацию, когда я приезжаю из супермаркета с полными пакетами продуктов. Я беру, достаю все эти продукты, вместо того, чтобы сесть просто их употреблять, есть. Я просто беру и все эти продукты исследую. У меня целая химическая лаборатория развернута. Я исследую картофель отдельно, соответствует ли он ГОСТ, там, колбасу отдельно, насколько она там содержит мясо, насколько бумаги и всего остального. И, а если, не дай бог, я купил салат, то мне этот салат нужно разобрать на части, и каждую деталь его отдельно исследовать. И абсурдная ситуация, согласитесь, но почему-то вот с потреблением информации мы такую ситуацию для себя допускаем. Сейчас состоялось грандиозное событие, которое открывает, по сути дела, целую эпоху. То, что Трамп победил Клинтон, это победа интернета над традиционными СМИ. Там 80-90% традиционных американских СМИ, все нам известные телеканалы, газеты, журналы работали на Клинтон. На Трампа работал интернет и Викиликс. По статистике, 25% избирательного фонда Трампа было брошено на интернет, тогда как Клинтон бросило всего 3,5%. При том, что у Трампа в два раза вообще был меньше его избирательный фонд. И вот такая, как говорится, сокрушительная победа. Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток, сказал президент Путин о ситуации, что, мол, российские спецслужбы следили за Дональдом Трампом. Но это даже не важно, следили они или не следили, потому что важно то, что расскажут американские СМИ, а потом подхватят СМИ всего мира и благосфера, и блоги всего мира. И именно то, что рассказали впервые американские СМИ, и будет картинкой реальности для всего человечества. Стакан наполовину пустой, наполовину полный – это две реальности. Это две констатации одного и того же факта, просто с разными совершенно зарядами. Один с негативным, другой с позитивным. Зарядов больше, не просто плюс и минус, все сложнее гораздо. Но реальность вообще, мне кажется, это то, что ты о ней думаешь в конечном итоге. Мир – это то, что ты видишь. По сути, мир – это только то, что я вижу своими глазами, а не то, что мне показывают СМИ или рассказывают френд-ленты соцсетей. И даже если дальше, то мир – это только то, что я могу потрогать своей рукой. Вот до чего могу дотянуться, то вот и есть объективная картинка мира, остальное все иллюзии кем-то отредактированные, заказанные, по сценарию обязательно и оплаченные. Ну, я так думаю. А если час еще посмотришь, чувствуешь себя барабаном пустым. И кому-то это надо, и кто-то это заплатил. Когда ты дойдешь до внука, вот тогда эту информацию можно называть информацией. Стакан наполовину пустой, наполовину полный – это две реальности. А интерпретации событий ангажированы. Продолжение следует...